Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня поподробнее обсудим проблему синдрома избыточного бактериального роста и как правильно его диагностировать. И приведу наши данные по лечению данного синдрома. Хочу напомнить вам определение, что нормальное содержание бактерий в тонкой кишке не превышает 10 в четвертой степени колонии, образующих единиц в 1 мл кишечного содержимого. Эта величина является своего рода константой. И представлена различными видами, которые вы видите. При любых заболеваниях, сопровождающимся нарушением пищеварения, естественно, меняется константа, меняются микробиоты. И таким образом мы это обозначаем как синдром избыточного бактериального роста. Это патологическое состояние, в основе которого лежит обсеменение либо проксимальных отделов тонкого кишечника, либо дистальных, либо по всей тонкой кишке. И есть два пути формирования синдрома избыточного бактериального роста. Первый сверху. Микрофлора исходит из ротоглотки легких, пищевода, желудка. И больше встречается при таких патологических состояниях, как хронический гастрит, длительный прием ингибиторов протонной помпы при гастросфигальной рефлексной болезни, при хроническом панкреатите и различных заболеваниях билярной системы. И второй способ. Эта микрофлора исходит из толстой кишки, то есть снизу. Для ее проникновения необходимо нарушение функции булгиневой заслонки. И мы видим формирование данной патологии при таких заболеваниях, как синдром раздраженного кишечника, дивертикулярная болезнь и воспалительное заболевание кишечника. Частота различна. Например, как при ахлоргидрии и в длительном приеме герб при гербе ингибитор протонной помпы мы видим частота встречаемости от 30 до 70% случаев, по данным литературы. При хроническом панкреатите с внешней секреторной недостаточностью от 40 до 60%. При функциональных гастронатологических заболеваниях встречается даже 90% по данным литературе, при циррозе печени 50% и при воспалительных заболеваниях кишечника от 27 до 46%. Клинические проявления различны, не специфичны. могут касаемо и боли в животе, вздутия, постоянная отрыжка, метеоризм, стеотореи, нарушения всасывания и даже потери массы тела. И обычно симптомы усиливаются через несколько минут и какое-то время после приема пищи. Но также было отмечено, что в пожилом возрасте синдром избыточного бактериального роста протекает бессимптомно. Таким образом, клинические проявления не специфичны и могут усугублять клинические проявления основной патологии желудочно-кишечного тракта. Какие мы знаем на сегодняшний момент методы диагностики синдрома избыточного бактериального роста? Первый способ – это инвазивный метод. Это микробиологическое исследование аспирата, содержимого 12-перстной кишки, но он имеет много отрицательных свойств. В том, что при заборе этого материала попадает транзиторная микрофлора, то есть мы точно не можем понять, что же содержится в тонком кишечнике. И тем более она все-таки инвазивна и приносит достаточно неудобства в получении материала. Также неинвазивные методы – молекулярно-генетический метод, хроматомаспектометрия, про который только что рассказывала Мария Дмитриевна, исследование короткоцепочечных жирных кислот, водородный дыхательный тест с глюкозой или лактулозой, метановый дыхательный тест. Но существует у некоторых наших пациентов другой тип брожения пропионово-кислый, при котором выделение водорода не происходит. Поэтому таким пациентам нужно рекомендовать не только проведение водородных дыхательных тестов, но обязательно исследование короткоцепочечных жирных кислот в калии. И таким образом, что до настоящего времени не разработан единый алгоритм диагностики синдрома сбыточного бактериального роста и нет единого диагностического теста для верификации данной патологии. И диагноз, прошу обратить внимание, ставится по совокупности. Это жалобы, данные анамнеза, лабораторные инструментальные методы исследования и дополнительные методы, которые мы в основном сейчас используем. Это, конечно, водородно-дыхательный тест. Он позволяет определить концентрацию водорода в отдыхаемом воздухе. Используется для теста либо глюкоза, либо луктулоза, которая разлагается и утилизируется микробной флорой с образованием водорода, которая всасывается в кровь и выделяется с выдыхаемым воздухом. При синдроме сбыточного бактериального роста луктулоза подвергается брожению в тонком кишечнике и вследствие его концентрация водорода возрастает, и прибор это анализирует. Показания к проведению водородного дыхательного теста вы видите, что значительно мы видим различные патологии, такие как непереносимость каких-либо продуктов при различных патологиях желудочно-кишечного тракта, так и при синдроме раздраженного кишечника, при циррозах печени, диавертикулярной болезни и так далее. И также можно контролировать, как соблюдают диету пациенты с глютеновой антропатией. И также последнее – это выявление непродуцентов водорода. Прошу обратить внимание, что нужно обязательно подготавливаться к проведению водородно-дыхательного теста. Существуют такие правила, что за 4 недели до проведения теста мы должны быть уверены, что пациент не проводил колоноскопию, и рентгенологические исследования желудочно-кишечного тракта. Мы также должны убедиться, что за 4 недели пациент не принимал антибиотики или другие антибактериальные препараты. За 3 дня до проведения теста мы должны, пациенты, исключить прием слабительных или препаратов, которые действуют на моторную функцию желудочно-кишечного тракта, такие как ферментные препараты и желчегонные препараты. За сутки до проведения пациент должен исключить из питания потребление лука, чистка и других продуктов, которые вызывают повышение, увеличение образования газа в кишке, чтобы не было метеоризма. И за 14 часов пациент должен голодать за 14, и разрешается пить только воду. За 12 часов пациент не должен курить и жевать жевательную резинку. В день проведения теста исключить приемы витаминов и чистить зубы с пастой, которая не содержит сорбит. Абсолютное противопоказание проведения водородно-дыхательного теста это непереносимость фруктозы или подозрения на непереносимость сорбитола, имеющееся гипогликемическое голодание и относительно противопоказания, такие, как я уже сказала, как проведение колоноскопии и рентгологическое исследование желудочно-кишечного тракта и также иллюстома. Методика проведения Сначала мы измеряем пациенту в концентрации водорода натощак. Первое измерение не должно превышать 10 ппм уровня водорода. Если же пациент натощак мы видим значительное повышение больше, чем 10, то пациент, значит, не готов или он не соблюдал диету или какие-либо другие есть изменения, что все-таки нужно провести в какой-либо другой день и лучше подготовиться. к этому исследованию. Дальше пациенту дается 15 мл раствора лактулозы. Мы в нашей клинике применяем дефолак. 15 мл раствора на 200 мл воды. Пациент его принимает и через 15 минут мы делаем первое измерение концентрации водорода в дыхаемом воздухе. И далее каждые 15 минут в течение от 1,5 до 2 часов. СИБР положительный тест считается положительным, если повышение уровня водорода более 20 ппм в течение первых 30 минут исследования. Также хочу вам представить данные, которые мы получили на кафедре. При различных патологиях желудочно-кишечного тракта мы изучали синдром избыточного бактериального роста. Первый это был Владимир Алексеевич Логинов, который изучал формирование синдрома избыточного бактериального роста при больных хроническим гастритом с атрофической функцией и при длительном приеме ингибиторов протонной помпы у пациентов с гастроэсофагиальной рефлюксной болезнью. В группе было изучено 100 больных. И данные результаты их исследования показали, что СИБР установлен у 57% больных с хроническим атрофическим гастритом. Клиника была довольно-таки неспецифична. Это дискомфорт, сдутие живота и интенсивность синдрома избыточного бактериального роста зависела от степени выраженности атрофии слизистой и продолжительности заболевания. И вторая группа это пациенты с длительным приемом ингибиторов протонной помпы. В исследовании было показано, что в режиме в постоянном пациент, который получали в постоянном режиме ингибитор протонной помпы исходно СИБР был не регистрировался, но интенсивность СИБР увеличивается с увеличением сроков приема ингибиторов протонной помпы. То есть те пациенты, которые принимают в течение года ингибиторы протонной помпы Уже у 60% больных был диагностирован синдром избыточного бактериального роста. Поэтому вывод был по работе, что у больных, страдающих хроническим гастритом с угнетенной кислотной продукцией и получающих ингибиторы протонной помпы, развивается СИБР, интенсивность которого зависит от степени атрофии слизистой или от сроков лечения ингибитором протонной помпы. Вторая работа, которая была проведена на кафедре Скибиной Юлии Сергеевны, изучала СИБР у больных язвенной болезнью 12-перстной кишки с HPA-ассоциированной. Было изучено 109 больных. СИБР также был установлен водородно-дыхательным тестом с луктулозой. И пациенты были разделены на две группы, которые впервые выявлены язвенной болезнью и с длительно страдающей язвенной болезнью. И те пациенты, которые СИБР изучался до эрадикации и после эрадикационного лечения. И впервые с выявленной язвенной болезнью СИБР был диагностирован уже у 50% больных. И у больных, длительно страдающих язвенной болезнью, значительно выше был процент СИБР 71%. После проведения эрадикации СИБР купируется у 56% больных, сохраняется у порядка 30% и вновь формируется у 60%. Третья работа была проведена Александром Евгеньевичем Евсиковым. Было изучено больные с хроническим панкреатитом, страдающие более 10 лет данным заболеванием. Также были разделены пациенты, которые с внешне секреторной несостоятельностью поджелудочной железы. И по исследованию мы получили такие выводы, что СИБР у больных с хроническим панкреатитом был выявлен в 20% случаев. И при наличии внешне секреторной несостоятельности поджелудочной железы из них в 30% случаев. Без внешне секреторной несостоятельности у 9%. Наличие синдрома сбыточного бактериального роста ухудшает клиническую картину хронического панкреатита. И купирование данного синдрома приводит к улучшению клинической картины. Адекватная ферментная терапия больных хроническим панкреатитом с внешне секреторной несостоятельностью поджелудочной железы может привести к купированию СИБР у 54% больных без дополнительных назначений. И те больные, которые СИБР был не купирован, показано на значении адекватной антибактериальной терапии. Четвертая работа была посвящена, это уже СИБР, получается, путь механизма снизу. Кручинина и Марины Александровны изучили частоту развития СИБР у больных, страдающих дивертикулярной болезнью. Изучено 195 больных. Были разделены пациенты на бессимптомное течение дивертикулярной болезни, клинически выраженной и осложненного течения. И четвертая была группа контроля. По результате исследования было определено, что СИБР не определяется у больных с бессимптомным течением дивертикулярной болезни. Установлено у 34% больных с клинически выраженной дивертикулярной болезнью. И в 100% случаях при осложненной форме течения дивертикулярной болезни. И СИБР имеет прямое отношение к формированию клинических проявлений. Установление СИБР является показанием к фармакотерапии. А больные без синдрома избыточного бактериального роста, фармакотерапия является профилактикой развития данного синдрома. Пятое исследование, которое тоже упомянул Леонид Витальевич, было посвящено изучению синдрома избыточного бактериального роста при неалкогольной жировой болезни печени. И действительно, что СИБР выявлен у 48% пациентов с НАЖП, но при этом количество пациентов СИБР увеличивается при степени активности гепатита. И коррекция СИБР у таких пациентов, курсовым приемом эфоксимина и пролонгированным приемом псиллиума, была достаточно эффективна. Шестое исследование было посвящено изучению СИБР при воспалительных заболеваниях кишечника. Мы изучали СИБР при язвенном колите и болезни крона. При язвенном колите СИБР составил 28%. Чаще синдром избыточного бактериального роста развивался у пациентов в дебюте заболевания и при тотальном поражении кишечника. И также было проведено, что при адекватном назначении месолазина, при хорошем клиническом ответе, синдром избыточного бактериального роста был купирован у 90% пациентов на месолазине. Те пациенты, которые были... Сохранялся СИБР, было проведено достаточно эффективное лечение рифоксимином. И сделали такой вывод по всем исследованиям, что у больных, страдающих хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта, СИБР диагностируется с частотой от 20% до 100% случаев. Развитие синдрома избыточного бактериального роста влияет на течение заболеваний, способствующих его формированию, и вызывает осложнения, и затрудняет лечение основного заболевания. Установление СИБР является основанием к его лечению и профилактике рецидива. Но также мы обсуждали вопрос о том, что несколько разнятся наши данные по данным литературы, частоты встречаемости СИБР, но, скорее всего, это может быть обусловлено водород, не продуцирующий флорой наших пациентов, и относительно медленным пассажем кишечного содержимого. Конечно, должны проводиться дальнейшие исследования, например, как тест с метаном. И дальше хочу вам представить такие принципы лечения синдрома избыточного бактериального роста. Первое – это восстановление эубиоза, то есть это радикация, например, условно-патогенной флоры, лечение основной нозологии, и профилактика возникновения рецидива, то есть транслокация условно-патогенной флоры в тонкую кишку. Диетические рекомендации – это, конечно, основу нашего питания должны составлять продукты, содержащие пищевые волокна, и бифидосодержащие продукты, и пробиотические компоненты. Восстановление эубиоза. Прежде всего, мы используем в лечении СИБР-этерифоксимин от 400 до 600 мг на 2 приема в сутки, тетрациклин и другие антибиотики широкого спектра действия, которые работают именно в просвете кишечника. В основном это фторхиналоны и группа метронидозола. Продолжительность курса лечения – от 7 до 14 дней. И также мы должны восполнить ферментами, например, при внешней секреторной несостоятельности поджелудочной железы, препаратами желчных кислот, должны проводить восстановление моторики и тонуса сфинктера и, конечно же, проводить адекватное лечение основного заболевания по стандартам. Хочу представить вам данные, что мы проводили лечение СИБР-122-м больным, связанным с болезнью и хроническим панкреатитом, в стадии внешней секреторной несостоятельности, препаратом Бесептол. В течение 7 дней эффективность лечения составила 81%. Лечение переносилось хорошо, побочные действия практически не были фиксированы. Другие пациенты наши принимали именно препарат рефексимин с другой патологией. Эффективность составила лечение 81%, что сдержек в лечении не было зафиксировано. Поэтому мои данные, думаю, что достаточно вам позволит в дальнейшем диагностировать правильно синдром избыточного бактериального роста и правильно проводить его лечение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...